Добрый день, уважаемые коллеги! Итак, мы начинаем сегодняшнюю нашу тему нового лекарственного лечения мелкоклеточного рака лёгкого. И позвольте сначала сделать небольшой опрос. В каком направлении, по вашему мнению, произошли наиболее значимые изменения в лечении мелкоклеточного рака лёгкого? Химио-лучевое лечение, таргетная терапия, иммунотерапия, либо комбинированное лечение? Будьте добры! Голосуем. Вот так. Голосование идёт? Идёт. Всё? Спасибо. Итак, замечательно. Мнения несколько разошлись, но, в общем-то, идут по всем новым направлениям, которые сейчас происходят. Итак, мы говорим о проблеме лечения рака лёгкого. Конечно, все знают прекрасно, что это ведущая проблема. Это большая проблема не только для Российской Федерации, но и для всего мира. Если говорить о Российской Федерации, то количество заболевших впервые в 2017 году и умерших за предыдущий год, к сожалению, практически одинаково. Пятилетняя выживаемость пациентов остаётся достаточно низкой, немелкотечным раком лёгкого, где-то в порядке 16% всех стадий и около 5% с распространённой стадией заболевания. Чего же мы достигли за последние десятилетия? Несмотря на то, что удручающие результаты я сейчас продемонстрировала, тем не менее, посмотрите, медиану общей выживаемости на фоне химиотерапии едва достигало полугода. Сейчас пациенты на базе химио-иммунотерапии, иммунотерапии, таргетной терапии живут несколько лет с удовлетворительным качеством жизни. И если мы вернёмся к химиотерапии, то, конечно, безусловно, все это знают прекрасно, что основным режимом химиотерапии являются платиносодержащие дуплеты. Общие ответы, к сожалению, высоки, они не превышают 40%. И время до прогрессирования около полугода, а медиана общей выживаемости, как правило, не достигает одного года. И тот или иной режим химиотерапии, выбор химиотерапии, зависит от состояния пациента, от степени распространения опухолевого процесса и от предпочтения лечебного учреждения. К сожалению, их эффективность практически одинакова. Таргетная терапия рака лёгкого. Да, по поводу химиотерапии можно сказать, что каких-либо новых изменений не произошло за последние десятилетия. Таргетная терапия. Таргетная терапия нацелена на определённую мишень. Что же мы имеем на сегодняшний день? Всем известная мутация GFR. Она нечастая мутация. Как правило, она встречается у женщин при аденокарциноме, у некурящих женщин. И есть препарат, который действует на неё, анти-GFR препараты. И на сегодняшний день, посмотрите, уже линейка исчисляется несколькими поколениями. Уже мы имеем три поколения. Это гифетиниб, ралатиниб, афанзимиб. Семертиниб препарат недавно был зарегистрирован позапрошлом году. И он применяется как в первой линии, так и у пациентов, у которых появилась мутация T790M на фоне лечения анти-GFR препаратами. И, как видите, общая выживаемость пациентов, медиана общая выживаемость стала достаточно значимой. И она уже исчисляется, приближается к нескольким годам. Два-три года пациенты могут жить с наличием данного заболевания. И, как я уже говорила, появление мутации T790M на фоне терапии анти-GFR препаратами. Появился препарат Семертиниб, и его эффективность доказана таким клиническим исследованием Аура-3, где доказана медиана времени до прогрессирования. Она была в два раза больше по сравнению только с химиотерапией. Другая мутация, АЛК-мутация, это тоже редкая мутация, встречается у молодых пациентов, малокурящих. И на сегодняшний день, посмотрите, мы тоже уже знаем три препарата, которые используются для лечения пациентов с данными мутациями. Кризотениб, церетениб, алектиниб. Эти препараты зарегистрированы в Российской Федерации. И у последнего препарата, алектиниб, обратите внимание, медиана времени до прогрессирования в настоящее время еще не достигнута. А частота объективных ответов, она практически приближается к 100%. И существуют ли еще дополнительные биомаркеры при мелкоклеточном раке легкого? Да, однозначно. Сегодня Евгений Науч еще будет об этом говорить. Это БРАВ-мутации, КЕРАС-мутации. Нет биомаркер. Может быть, ХЕР-2, достаточно редкая мутация в 2-4% случаев. Но, однако, здесь может быть ожидаемая эффективность Ростозумаба, РОС-1 использование кризотениба, РЭД-мутации. И какие же таргетные препараты могут быть еще использованы дополнительно, если есть у пациентов РОС-1 мутации или мутации ПИРАВ. Это кризотениб, прирост 1-транслокации с медианой общей выживаемости, достигающей 19 месяцев. И антибраф препараты в сочетании антибраф и антимег препараты, ингибиторы, правильнее сказать, доброфениб с траметенибом. И частота ответов достаточно велика, более 60%. В целом, можно сказать, что эффективность лекарственной терапии в настоящее время на фоне проводимой терапии, посмотрите, как она выросла. Если симптоматическая терапия, поддерживающая терапию, это только 4-6 месяцев, то на ингибиторах тирозинкиназа, АЛК и ГФР, она уже может достигать медиан общей выживаемости 2-3 года и более. Большие значимые изменения, конечно же, происходят в настоящее время в иммунотерапии. И причем эти изменения происходят не только в лечении мелкоклеточного рака легкого, но и в лечении других сулинных опухолей. За последнее время, посмотрите, с 2015 года до сегодняшнего момента, за этот короткий период зарегистрировано несколько препаратов и их комбинаций, с помощью которых достигнуты положительные результаты. И эти все результаты свидетельствуют о возможном увеличении продолжительности жизни пациентов и улучшении качества жизни. Какие же на сегодняшний день мы имеем иммуно-онкологические препараты в Российской Федерации? В первую очередь, вы, наверное, все помните, это препарат Пембролизумаб. На сегодняшний день обновлены данные, поэтому препарат может использоваться не только в первой линии. В случае, если экспрессия ПДЛ-1 больше 50%, этот препарат может быть использован и в комбинации с химиотерапией. То есть это комбинированная химия и иммунотерапия. Он может быть использован, причем по инструкции, возможно, использование как при плоскоклеточном, так и неплоскоклеточном раке легкого. Причем при неплоскоклеточном раке легкого с поддерживающей терапией, последующим пембролизумабом и пембролизумабом до прогрессирования или непереносимой токсичности. Вот это показания использования пембролизумаба в комбинированном режиме вместе с химиотерапией не вошли еще в клинические рекомендации прошлого года, но войдут уже в следующие рекомендации. И еще один препарат, который может быть использован в первой линии, это препарат от изолизумаб. Ранее он был прописан как использование только во второй линии. На сегодняшний день препарат также может быть использован в сочетании с химиотерапией при немелкоклеточном раке легкого, причем неплоскоклеточном раке легкого, то, что прописано клиническими рекомендациями, и зарекомендовал себя позитивно еще и при плоскоклеточном раке легкого в сочетании с химиотерапией и бевосозумабом. В качестве второй линии предпочтительным является назначение иммуно-онкологических препаратов, таких как неволумаб, пембролизумаб и тазолизумаб, если эти препараты не использовались в качестве лекарственных препаратов в первой линии. Обращу ваше внимание, что в первую очередь эти рекомендации касаются тех пациентов, которые не имеют мутации в генах и GFR или транслокации АЛК или РОС. Итак, что мы имеем на сегодняшний день, какие обновленные данные. Интересные данные мы сейчас имеем. Пятилетнюю уже общую выживаемость на фоне терапии неволумабом у пациентов, которые ранее получали лечение. Так вот, пятилетняя выживаемость у пациентов равняется 16%, а медиана общая выживаемость почти 10 месяцев. Обращу ваше внимание еще раз, что общая выживаемость метастатического рака легкого в Российской Федерации определяется где-то около 5%. То есть эти результаты, конечно, более значимые. И на сегодняшний день есть результаты продолжительной выживаемости пациентов, которые получали неволумаб, ранее леченные. Эти данные были получены на основании исследований, которые включили, как видите, несколько исследований. Больные включались как плоскоклеточным, так и неплоскоклеточным раком легкого. Они получали неволумаб как в сочетании с химиотерапией, так и в монорежиме. И медиана общей выживаемости, посмотрите, медиана наблюдения, она была до более чем 12 месяцев. И что мы имеем на сегодняшний день? Общая выживаемость пациентов, которые получали неволумаб в этих исследованиях, 4-летняя выживаемость, она, медиана общей выживаемости равнялась 10 месяцев и зависела от наличия экспрессии PD-L1. Если она была низкой, то общая выживаемость была несколько ниже, 4-летняя выживаемость 11% достигала, если же более 1%, то 19%. То есть, еще раз повторяю, это сводные такие вот данные 4-летней общей выживаемости у пациентов на фоне терапии неволумабом. И обращу ваше внимание, что при использовании чекпоинта ингибиторов, при других локализациях, при других солидных опухолях, при достижении эффекта, если у пациента есть эффект, то выживаемость у него, высокая выживаемость, сохраняется длительное время. Так вот здесь вот на этом слайде, в слайде продемонстрировано, что общая выживаемость после регистрации ответа на неволумабе, она достаточно остается высокой, 4-летняя выживаемость 54%, и остается, идет параллельно оси X. А медиана длительности ответа составляет почти 2 года. 2 года, повторяю, это пациенты, которые достигли ответа. Что еще подтверждают результаты исследований? Это то, что уже мы говорили. Пембролизумаб выходит на первую линию лечения немелкоклеточного рака легкого в случае, если у пациентов высокая PDL1-экспрессия. Как видите, эти данные характерны как для общей выживаемости, так и для безрецидивной выживаемости. Использование пембролизумаба в сочетании с химиотерапией, как и других иммуно-онкологических препаратов, продиктовано тем, что вот такое вот использование комбинировано, направлено на большее усиление иммуногенности опухоли и на большее воздействие на те механизмы, с помощью которых опухоль старается избежать иммунного ответа. И вот в этом направлении сейчас идут достаточно много исследований комбинации химиотерапии с иммуно-онкологическими препаратами у нелеченных пациентов, как и при плоскоклеточном раке легкого, так и неплоскоклеточном раке легкого. И вот здесь вот дизайн исследования, использование пембролизумаба в сочетании с химиотерапией при плоскоклеточном раке легкого. И посмотрите, здесь, конечно, влияние на общую выживаемость у пациентов с разницей почти в 4 месяца, так и безрецидивной выживаемости разница почти в 2 месяца доказывает, что это сочетание достаточно эффективно. И если посмотреть, влияет или не влияет экспрессия ПДЛ-1, то, конечно, следует сказать, что да, влияет у тех пациентов, у которых ПДЛ высокая, более 50%, общая выживаемость пациентов, медиана общей выживаемости не достигнута. Использование другого препарата, отезолизумаба, препарата антипидиали-1 у нелеченных ранее пациентов, также с плоскоклеточным раком легкого, проведено исследование, и оно доказало также преимущество использования данной комбинации у пациентов по отношению безрецидивной выживаемости. И, опять же, обращу ваше внимание, ответ более значимый у той группы пациентов, где высокая ПДЛ-экспрессия. Как видите, медиана общей выживаемости у этих пациентов почти приближается к 2 годам, тогда как у пациентов с негативным статусом ПДЛ-1, у них общая выживаемость, медиана общей выживаемости равняется 14 месяцам. И использование не мелкоклеточного рака легкого, не плоскоклеточного рака легкого, опять же, пембролизумаб в сочетании с химиотерапией. Что показывает данное исследование? Также зависимость использования комбинации пембролизумаба с химиотерапией, как в отношении общего ответа почти 50% против 20%, так и безрецидивная выживаемость выше в случае комбинированного использования. И общая выживаемость пациентов, как видите, комбинированное лечение в течение одного года обеспечивает выживаемость пациентов 70% и плацебо 50% комбинация. Понятно, что использование комбинированных режимов химии и иммунотерапии сопряжено с определенными явлениями негативными, нежелательными явлениями, которые обусловлены с одной стороны химиотерапией, а с другой стороны и применением иммуно-онкологических препаратов. И если вы посмотрите, например, исследование КИНОТ-189, то использование сочетания пембролизумаба с химиотерапией, любая токсичность была практически у всех пациентов. И тогда, когда в третьей степени у 70%. Причем следует сказать, что использование химиотерапии это ведь тоже достаточно тяжелые режимы химиотерапии, гематологическая токсичность, неврологическая симптоматика может быть. И третья степень токсичности, ее процент тоже достаточно высок. Но на что хочется обратить внимание, на то, что исследователи должны быть готовы к тому, что эти пациенты требуют мониторирования и постоянного наблюдения контакта с пациентом. В целом, применяя те режимы комбинированной терапии, можно сказать, что эта токсичность, как правило, ожидаемая. И те доктора, которые вооружены уже знаниями определенными и обучили пациента, они, как правило, более рано распознают эти осложнения и вовремя оказывают необходимую помощь. Еще хотела бы обратить внимание на одно из исследований, когда добавление атазолизумаба вместе с химиотерапией поклитоксилскорбоплотина с бевоцезумабом у пациентов немелкоклеточным раком легкого, несколько рукавов было. И обращу ваше внимание, что эта комбинация может быть использована для пациентов, которые имеют прогрессирование после использования таргетной терапии. Таргетная терапия после неудачи анти-ИГФР препаратами, либо анти-ЛК. И, посмотрите, эффективность определяется как в отношении общей выживаемости, где медиана общей выживаемости в комбинации еще не достигнута, а безрецидивная выживаемость также имеет предпочтение. Поэтому добавление атезолизумаба пролонгирует общую выживаемость пациентов, особенно которые не получали еще химиотерапию и иммунотерапию до предшествующего. И встают вопросы о длительности иммунотерапии, как долго лечить пациентов. На сегодняшний день считается, что продолжает нужна терапия до прогрессии заболевания или непереносимой токсичности, либо некоторые исследования подтверждают, что использовать нужно в течение двух лет. И только одно из исследований, Checkmate 153, оно доказало использование, продолжение иммунотерапии после одного года. И вот посмотрите вот это исследование 153, когда пациенты были стратифицированы на несколько групп, несколько пациентов, 7-6 пациентов имели стабилизацию процесса и продолжали неволумаб. И те пациенты, которые имели ответ или прогрессирование процесса, останавливали лечение. И посмотрите, что получилось. И получилась кривая безрецидивной выживаемости и общей выживаемости была значительно выше у тех пациентов, которые продолжали лечение после достижения ответа или стабилизации процесса по сравнению с теми пациентами, которые прекращали лечение. И на каком бы еще исследовании хотелось бы остановиться, не метастатический рак, но место распространенной, третья стадия, немелкоклеточный рак легкого после химио-лучевой терапии, использование доролумаба против плацебо. Эти данные в свое время год назад произвели определенный фурор среди практикующих онкологов. Посмотрите, как значимо расходятся кривые пациентов безрецидивной выживаемости. Например, 44% и 27% – это полуторагодовалая безрецидивная выживаемость. И общая выживаемость пациентов – 66% и двухлетняя выживаемость, 55% в группе плацебо. То есть эта опция ожидаемо будет зарегистрирована и в Российской Федерации. И на сегодняшний день можно сказать, что, конечно, ингибиторы контрольных точек, они имеют определенное место, причем не только в монотерапии, но последние изменения и изменения в комбинированном лечении. И на сегодняшний день зарегистрировано несколько исследований, которые подтвердили использование комбинированной терапии. То есть в этом направлении идут исследования, и вскоре мы получим новые дополнения. И в конце своего доклада я еще раз хотела обратиться к уважаемым коллегам, еще раз спросить, в каком направлении, по вашему мнению, произошли более значимые изменения в лечении немелкоклеточного рака легкого. Химио-лучевое лечение, таргетная терапия, иммунотерапия, либо комбинированное лечение. Спасибо. Стоимости, Светлана Анатольевна. Да, конечно. Конечно, конечно. У нас даже новый термин – финансовая токсичность появилась. Ну, в течение 15 минут достаточно сложно обо всем рассказать, поэтому мы справились с этим очень хорошо. 15 же больше получилось. 15? Больше? Извините. Да, почти начали. Ну, если расценивать таргетную терапию как опосредованное влияние на Т-лимфоцитов и как таргетное взаимодействие, то… Ну, вот так разошлись. Ну, иммунотерапия. Замечательно. Замечательно. Спасибо, уважаемые коллеги. Просто прекрасно. Прекрасно, да. Евгения Наумович сказала прекрасно, очень прекрасно. Спасибо, уважаемые коллеги. Спасибо большое. Значит, мы тогда продолжаем нашу работу. Вопросы мы отложим чуть позже. И с большим удовольствием… Нет, нет, нет. Сделаем тогда? Конечно, ну, просто абсолютно бесконечно. Хорошо. Тогда давайте мы сейчас присоединимся к нашим соседям. Соответственно, Станкт-Петербургский научно-практический центр. Мария Леонидовна, вы нас слышите? Да, здравствуйте. Вы меня слышите, да? Мы вас прекрасно слышим. Светлана Анатольевна, спасибо большое за очень такой хороший доклад. Мне кажется, он очень хорошо был построен. Но вот у меня такой вопрос. Опять-таки, наверное, несколько практический будет. По поводу последнего, по-моему, предпоследнего слайда, Pacific Trial, применение дроволумаба после химиолучевой терапии. Сейчас данный препарат действительно начинает появляться и у нас в рамках расширенного доступа. На настоящий момент все прекрасно понимают, что первая линия у пациентов без активирующих мутаций – это, наверное, предпочтительная иммунотерапия. Но что делать с такими пациентами, кто спрогрессировал на фоне, допустим, терапии дроволумабом? Что мы можем им предложить? То есть варианты только химиотерапии или все-таки какая-то попытка иммунотерапии может быть? Да, вопрос, конечно, интересный, как говорят, да? На сегодняшний день использование после анти-ПДЛ1 иммуноонкологических препаратов, но оно остаётся, наверное, за рамками клинических исследований. Если есть возможность использования клинических исследований, это будет неплохо. Наверное, просилось бы использование комбинированного лечения иммунотерапии, но на сегодняшний день эта опция не зарегистрирована в Российской Федерации, да? Поэтому в этом случае мы бы, наверное, смотрели на то, какими темпами идёт прогрессирование заболевания. Если это бурное прогрессирование заболевания, почему бы не вернуться к химиотерапии, а потом подумать о той же иммунотерапии, если есть возможность. Если же нет, ну, здесь нужно думать. Но в случае, конечно, у пациента нет активирующих мутаций, так я понимаю, да? Светлана Анатольевна, то есть если у нас... Да, если бурное прогрессирование процесса у пациента, я бы вернулась к химиотерапии. Не именно к той, которая использовалась, ну, а там используются обычные препараты платины. Может быть, так, солкарбоплатина использовалась, да. А потом подумать, может быть, и вернуться к иммунотерапии. Можно таким образом. Потому что я просто понимаю, что сейчас пациенты длительное время могут находиться в ремиссии, потом всё равно они там через 16-17 месяцев они к нам придут, и что мы можем вам предложить. Спасибо большое. Вот, и хочу ещё добавить, что до своего выступления я пообщалась с представителями фирмы, обещают, что Доролумап в ближайшем будущем, в этом году, будет зарегистрирован у нас в Российской Федерации для лечения этой группы пациентов. Да, Светлана Анатольевна, не уходите. Ещё вопрос. Из Минска поступил. Уважаемые коллеги, есть ли опыт использования иммунотерапии в неодевантном режиме? У нас лично использования в неодевантном режиме нет, но клинические исследования идут, и я думаю, что в ближайшее время мы увидим результаты. Мария Леонидовна, можете что-то сказать по поводу применения иммунотерапии в неодевантном режиме? В практических или в клинических исследованиях? Мы сейчас говорим, а есть ли опыт использования иммунотерапии в неодевантном режиме? В неодевантном режиме, но я думаю, что всё-таки это сейчас интересно только пока что в клинических исследованиях, потому что это сейчас на данный момент не зарегистрировано, и поэтому, скажем так, стандартно применять у пациента, ну, наверное, пока нецелесообразно, пока мы не получим результаты исследований.